здесь находится один of responsibility здесь вот эти два каблона и сразу скажу если вы используете вот этот самый какие-то перечисления отдаете создаете не надо вот эти самые закрывать его такой пакет говорить что-то тексту нам и вообще в этом случае так как их используют вот эти классы которые в композите рядом с ними их и объявлять и вообще даже entity можно было назвать композит но это неважно значит вывод из сказанного вот эти два пакета уничтожаете то из этих пакетов просто достаете сюда и кладете в entity ну давайте тексты нам посмотрим текст элемент name ну или name или type вариант для и нам это подходит sentence letter parser punctuation очень конечно разделители скромненькие но в принципе все приемлемо так это для обозначения в композите на каком уровне мы находимся смотрим сам композит текст компонент ну кстати когда вот это импл используется по большей части для методов для которые для интерфейсов которые описывают поведение для тех кто описывает состояние импл правило не используется то есть их можно спокойно тоже отказаться от этой папки импл и тоже написать все их рядом вместе тем более что у нас стандартный хаблон композита он понятен интерфейс текст компонент version operation это в общем то преобразовывает строку и методы от remove get get interaction exception вот эти вот эксепшены вот мы сейчас тоже посмотрим они здесь тоже в общем то не особо нужны сейчас я поясню почему они не нужны что здесь можно использовать но это тут третий подрыви у и он отличается от других это хорошо это очень даже хорошо значит letter punctuation значит это у нас лифты они неделимые соответственно у них методы но давайте лектор смотрим содержимое у него уже есть так вот ему стринг если у вас тут символ вполне можно характер использовать кстати один символ так ну и вот этот элемент name что это будет указывать то это лет например ну пускай на самом деле так как и ввели вот перечисление то вам не нужно два вот этих класса он достаточно просто какой-нибудь класс символ потому что внутри у вас будет храниться что это буква или что это пунктуация вы меня поняли да набор методов у них абсолютно одинаковые правда правда абсолютно одинаковые так как вы ввели это перечисление то есть смысл просто один из этих классов переименовать символа второй удалить и вас все равно будет определяться это как пунктуация или как буква и давайте смотреть вот эти методы вот у нас это приму в кайлд а ну бед и здесь он генерится эксцепс вот тем правилам которые мы с вами проговаривали он сделал абсолютно правильно но есть но значит вот в поддерживаемая операция мы не можем добавить букву внутрь буквы то есть это тоже неделимый элемент то есть последний структурный элемент и внутрь добавить букву символ невозможен то есть если у нас там структура вуза состоящие студентов из преподавателя то у последнего вот этот лифа неделимого то на студент преподаватель мы не можем в студента добавить другого студента если только конечно этот студент не занимается людоедством но мы исходим сказать гуманных соображений исходим из-за того что не занимаются студенты этим делом какое же решение стандартной джавы для этих целей применяется меняется следующее решение используются непроверяемое исключение одно из тех которые допустимы к использованию и называется это исключение on support operation exception не поддерживая операций и она непроверяемой в тексту с роз оно не прописывается кстати у некоторых коллекций я вот честно говоря не вспомню есть некоторые методы которые там в collection прописаны у которых именно выбрасывается подобное подобный exception по-моему где-то стеках в очередях что-то такое есть некоторые методы не не поддерживаются но врать не буду не помню просто но я сталкивался честно говорю сталкивался но не помню где не суть важно значит используем троу антаппорт от операцион аксепшен ну с мотивацией вот этой причины и тогда вам не нужно использовать этот роз потому что в общем то он вам совершенно лишний и эти три кетчи вам придется пихать эти три кетчи использовать все время в парсер они утяжеляют в общем-то ваше решение совершенно лишним ну совершенно лишнее потому что если вот этот support от операцион аксепшен то значит где-то использовал программист неправильно структуре на тестирование оно просто вылезет ему ему он вынужден будет в общем то либо правильно проинициализировать объект либо не использовать этот метод можно вопрос по по этой части а можно ли использовать возвращаемое значение фоллс в данном случае нет это не очень хорошо потому что ну да тест это выль в этот самый вывалится в тесте но это вводит заблуждение то есть метод у человека сработал а на самом деле ничего не произошло то есть в данном случае все-таки лучше указать на эксепшен это фоллс тоже будет решая решение но не самым лучшим что не добавляется просто просто человеку будет казаться что метод сработал и сработал вроде бы как штатно на самом деле это же некорректное применение метод вы пытаетесь одну сущность добавить внутрь другой сущности которая является неденимой букву букву внутрь буквы букву это вообще ну это ошибка то есть фоллс да но решение менее удачное чем эксепшен то есть здесь вот есть вот такая какая-то грань она довольно тонкая между ними но вопрос по делу собственно говоря композит вот он текст компонент во первых он сам является текст компонентом и содержит в себе другие текст компоненты вот список на каждом уровне вот эти нам перечисления нужно что нам нужно указать из каких элементов состоит значит вообще-то в общем случае композит может группироваться совершенно произвольным образом в общем случае и вот это вот наличие вот это выделенного указания на тип элемента здесь достаточно у нас ясно четко и понятно что текст состоит из параграфов мы так определили прямой речи у нас нет текст состоит из абзацев абзацы с предложений то есть каждый уровень четко определен но если например у нас тот же самый вуз так это тоже композит состоит опять же у нас в качестве вот у нас лифы тут буквы пунктуация вузе это студенты и преподаватели и там структура вузе уже будут отличаться например на уровне факультета у нас тут же рядом с факультетом или привязан к факультету будет например декан или например вуз состоит факультет состоит из кафедр но вы тоже учитесь у вас например из кафедра кафедра физкультуры где вы учились помните она не принадлежит никакому факультет то есть в структуре вуза факультет один факультет столовой факультет третий и кафедра физкультуры она выпадает из этого списка и поэтому например вот написать такой текст элемент факультет мы не сможем потому что там списке факультетов будет окажется кафедра а на самом деле кафедры остальные кафедры еще находятся в самом факультете вы мысль поняли вот здесь нам вот эта штука помогает указать показать где мы находимся ага о мы все в предложениях все значит предложениями вот мы выполняем вот даже выполнять вот эти задачи там задачи которые в кубу нас там три задачи вы как раз спокойно добираетесь до нужного уровня проверяется ага это предложение все мы его там сортируем ищем считаем там чего-нибудь вот для этих вещей нам вот эти штуки вот это перечисление она нам помогает понять на каком уровне мы находимся на какой ветке мы находимся куда мы продвинулись параграф их мы или в сэнтенсах ну а дальше вы кстати здесь спокойно можно использовать тут стрим он полностью подходит возвращает стрим ту стрим собирает композит из вот этих элементов сабы возвращает виде строки текст то есть вполне поход подходит метод ту стрим можете спокойно его тут применять только описываете вот туда в этом интерфейсе ну и здесь начинается конкатенация использования этих ну слушайте ну вообще мы для чего мы вводили константы с обозначениями а слышу потом вот такое писали ну константы применяются ну так нет вот применяется вот это для абзаца я так понимаю вы должны использовать эту константу где-то объявить например в тех же перечислениях что вы сюда будете вставлять вот эту штуку менять вот этот разделитель там префикс постфикс или что-нибудь в этом роде но вот такое ну не пишите это волшебная строка и причем не ясно что тут четыре пробелы три или пять визуально тут не определишь константы господа в константы какие вещи должны быть с другой стороны видите это рай оверрайт при переопределении здесь видите можно отказаться от использования этого эксепшена но при применении вам все равно заставит написать вот мы сейчас перейдем к парсерам все равно заставит писать три кейдж правильно заставляет писать три кейдж да заставляет то есть вот этот сам метод не выкидывает но наличие его в интерфейсе все равно заставит вас это сделать значит здесь все понятно за исключением технических вот таких огрехов все более-менее правильно и структуру немножко изменить надо и парсер я остальные пока смотреть не буду наша задача в общем-то композит стоп хендлер но вот здесь вот это допустимо так как у нас здесь поведение чейнов распространения поведенческий шаблон то есть выделение интерфейса его имплементации внутри вполне допустимо в отличие от инститивент это и так не пишут просто как не принято ну а здесь кастом хендлер вот это ваш с роуз интеракшн эксепшн она у вас исчезнет при переделке а он решил таким путем пойти не трайкетча заключать а здесь выбросить ну тоже можно и обратите внимание вот этот хендл реквест кто называет но это по чейну называется хендл реквест вы спокойно можете называть этот метод парс опять же помним что название метода который выполняет какое-либо действие должно быть глаголом как правило но может быть и существительным в определенных случаях сайс лэнс ну иногда оперейшн ну можно но это опять же оперейшн это не о чем оперейт даже лучше и не у нас будет в методе в натуре метода присутствует две сущности у нас строка которые мы бьем и композит который мы это добавляем композит может кстати фигурировать и как параметр метод здесь все верно но interaction exception тащится из-за того неудачного решения ну вот текст хендлер текст бьет на параграфы значит объявляем этот же хендер объявляем и указываем как следующий сакцессор то есть что будет вызываться кому будет передаваться это самое управление то есть каждая следует каждый элемент цепи содержит ссылку на следующий элемент цепи кому передать управление он должен это знать вот это можно объявлять как поле класса так как у нас жесткая мы элементы цепи не можем представлять между собой то есть поэтому у нас заранее при самом объявлении этого хендлера знаем следующее кому будет передано управление то есть цепь жесткая здесь то есть в общем случае у саблона chain of responsibility когда пишется набор этих хендлеров так они могут составляться в итоге ну по идее так продумано в произвольном порядке когда создается цепь у нас же задача такая что после выполнения обработки параграфа текста на параграфе мы переходим к обработке параграфа в дальше предложение и там далее до упора только в одном направлении вот если например наше задание ну их можно было бы вот смотрите вам чтобы достичь успеха получить итоговую оценку что тренинг зачтен вот у нас пять заданий да вы видите что сейчас они в общем то у меня название даже не имеют потенциально я мог бы дать их все сразу задание и ваша бы цепочка выстраивали произвольно сначала вы делаете третье задание потом пятое потом первое потом второе потом четвертое а другой делает вообще в другом порядке ну если бы тренинг был так построен то это было бы нормально в итоге неважно как выстроена цепочка сдачи заданий есть результат конечный все задания сделаны ну и здесь мы тоже можем считать что у нас тоже цепочка жесткая то есть если бы вот вы сдали первое задание только тогда он разрешает создавать второе но как правило вы заметили что вы сдали первое задание я там второе еще может не назначу ну я дал вам его но физически в тренинг байя его еще нет и получается что вы будете сдавать действительно последовательно здесь у нас что здесь у нас что здесь все правильно крути кроме имен значит что объявляем новый текст компонент наш сам главный текст компонент мы его заполняем параграфами вот это вот то что сексессор handle request source он как бы нам выведет как бы список параграфов заполненных и мы это текста заполняем параграфами понимаете здесь то у вас а у вас два цикла причем первый у вас же по тексту текст у вас ну да это он один единственный уберите в этот цикл а вот этот внешний он лишний ну просто писать типа о типа текст get нулевое ну не знаю если он один знаете на самом деле из всего вашего рассмотрения вот этого можно было вот собственно говоря вот это разбиение так как он один и вы его убрать он у вас сам композит строится он лишний здесь и здесь достаточно одного цикла и плюс имена о с это нехорошие имена так что вот здесь вот штука у вас лишняя тем более что у вас следующим уже параграф хендлеры будет только один правда сейчас я рассказал цикл а все равно он умудрился два сделать ну да ну да сначала как бы он делит строку на параграфы и потом он как бы проходит как бы по этим параграфам то есть по этим как бы под строком строки в общем как решение у вас усложненное то есть то на вас работает да ну да я проверял все работает интересно ну вот я практически уверен что следующую работу будет смотреть там будет один цикл в каждом в каждом методе кто у нас там показывал два мы не посмотрим три мы не посмотрим точно Меркуль у вас один цикл в методе так помню да ну вот просто вы придумали вы усложнили сами себе жизнь я в общем то даже особо разбираться здесь не буду но работа это хорошо решение не очень оптимальное имена поменяется и вот эта штука должна быть в константах вообще господа уроковые литералы нужно убирать убирать вот такого вида не должно быть такого у вас не должно ну в общем скажем так нормально последний если взглянуть у нас то есть вообще да вот из-за того кто он тут перемудрил тут я понимаю что перемудрил хендлер на самом деле лишний вообще текст хендлер ликтем хендлер предпоследний он у вас как он умудрился в одном цикле вы добавляете его если этот equals во первых из empty метод есть слышите вот такое из empty или из blank ну второй цикл он просто нужен в том что мы в первом вам не нужен первый во первых мы открываем 1 во первых джима мы же когда разбиваем строк у нас получается несколько лихсе мы нам надо по каждой пройти эстикла и в цикле по каждой проходимся и в каждую добавляем буквы, как бы. Не знаю, у вас усложнённое решение, сейчас вы взглянёте на другое. Последний у вас, ну вот, последний без вложенного цикла, слава богу. Опять же, вот так не делают. Регулярками это ловим, слышите? Я понял. И, собственно говоря, пунктуация у вас здесь. Здесь есть п-пункт, штука, которая ловит пунктуацию. Не нужно их перечислять здесь все. П-пункт паттернов есть. Где там у нас паттерн? Вот, смотрите. Паттерн, эх ты, ёлки. Вот сюда, посмотрите, здесь чистый справочник. Видите? И по поводу пунктуации, вот. Эта пунктуация спрятана под вот этим названием. Тем более, что вы там не всё учли. И получится у вас вместо вот этого ужасного ифа, у вас будет очень аккуратное выражение. Так, ну, этот тоже, пожалуй, нормальный, этот самый. Код-ревью можно включить. Продолжение следует... Продолжение следует...